Одной из самых популярных стран для отдыха российских туристов является несравненная Греция. Людей здесь привлекает не только красивейшая природа, но и возможность прикоснуться к многовековой истории этой местности. Излюбленными местами для отдыхающих являются греческие бухты. Многие из них полностью оборудованы и имеют все условия для комфортного отдыха. Благодаря великолепной природе и высокому сервису они уже давно вошли в список любимых мест для отдыха российских туристов. Однако о существовании некоторых бухт, где царствует дикая природа, многие русскоязычные гости страны даже не догадываются. Бухта Новая, Греция, расположена в заливе, на острове Закинф и омывается Ионическим морем. Главной, пожалуй, единственной достопримечательностью является старинный пиратский корабль. В летний сезон на берегу можно увидеть редкий вид водных черепах, тюленей. Для создания общего впечатления от местности необходимо посетить смотровую площадку, с которой открывается вид на песчаный пляж и голубые воды. Любители экстрима могут совершить прыжок с утеса, высота которого достигает 255 метров. Где находится достопримечательность, описание. На карте бухта расположилась в северо-западной части острова Закинф, от столицы территорию отделяет около 40 километров. Такое расстояние можно преодолеть за один час, взяв автомобиль напрокат. Обратите внимание, собираясь посетить бухту вне зависимости от выбранного способа передвижения, нужно знать, что самым выгодным временем для совершения подобной экскурсии является утренний период, с 8 до 14 часов. Бухта радости прогулки на теплоходе Бухту Навая, или Бухта Навагия, с ее белоснежно-песчаными пляжами называют одним из самых красивейших мест на планете. Она омывается Ионическим морем и находится на острове Закинф. Эта местность окружена отвесными скалами, высота которых, как уже было сказано, составляет 255 метров. Сейчас эта территория, интересно многим также своей уникальной формой, напоминающей треугольник. Она является охраняемым заповедником мирового значения. В конце 20 века это место было названо в честь Святого Георгия, как и монастырь, находящий в прибрежной зоне. Однако после происшествия в 1980 году бухта была переименована Навая, что в переводе означает кораблекрушение. Полиция Греции долгое время преследовала пароход, который перевозил запрещенные в то время товары, сигареты и вино. Преследуемым на протяжении всего пути из Турции в Италию контрабандистам ничего не оставалось делать, кроме как бросить судно и скрыться в неизвестном направлении на шлюпках. Через некоторое время шторм выбросил корабль на берег бухты, и сейчас ржавое судно является главной достопримечательностью Навая. Миллионы туристов со всех уголков земли стремятся в это место, чтобы своими глазами увидеть вековой монумент и запечатлеть его на фотографии. Обзорная точка, с которой открывается вид на всю бухту Наваги остров, Закинф, Греция, находится на высоте 255 метров. Любители экстремального отдыха организуют на бухте Навая, остров Закинф, Греция, так называемые банджи-джампинги, площадки для совершения прыжков с большой высоты. Они начинают свою работу в мае и заканчивают в сентябре. Также стоит обратить внимание на морских обитателей. В водах, которые омывают бухту, живут редкие морские черепахи, Каретта-Каретта. Только на берегах Навая можно увидеть, как они выходят на сушу, поскольку эти древние животные из года в год выбирают только этот песчаный пляж, чтобы отложить яйца. Здесь турист может увидеть тюленей, обитающих в Средиземноморских водах. Эти животные отличаются своей любознательностью и без опасений могут выходить на прибрежную территорию. Любители сладостей могут приобрести здесь вкуснейший мед. Цена на него достаточно низкая, а его качество считается лучшим во всей Греции. Начиная с 2008 года и по настоящий момент на пляже регулярно проводятся музыкальные фестивали, где любители классической музыки под шепот волн могут насладиться творчеством именитых деятелей искусства. Дополнительная информация. Ближайшим населенным пунктом является небольшая деревушка Валиме, находящаяся в четырех километрах от прибрежной зоны. Это место обрело широкую популярность среди туристов благодаря своим качественным ковровым изделиям, производящимся вручную местными жителями. Закинф, Греция, к бухте Навая, окружанной отвесными скалами и омываемой морскими водами, можно добраться несколькими способами, наземным транспортом, многие туристы используют автомобильный транспорт для тура к бухте. Такой способ является менее привлекательным из-за удаленности паркинга и неприспособленной дороги из гальки до самой смотровой площадки. Однако несомненным достоинством такого средства передвижения является то, что турист, приехавший самостоятельно посредством наземного транспорта, может пробыть на бухте неограниченное количество времени. Стоит заметить, что нельзя вбить в навигаторе «Греция бухта с кораблем» и доехать до места назначения. Обязательно нужно знать географическое название этой местности. Экскурсионными катерами этот способ является наиболее комфортным и распространенным. Любители экстремального отдыха переправляются к бухте на лодках или плотинах, однако необходимо понимать, что данный вид транспорта не гарантирует абсолютную безопасность пассажиров. Из-за большой высоты утесов, которые защищают бухту от сильных ветров, яркое солнце здесь можно застать только в обеденное время. Именно поэтому опытные туристы советуют добраться до новая не позднее полудня. Бухта Афродиты, Петра Турамиу из-за низкой температуры воды купание в прибрежных водах запрещено. Для некоторых туристов, в зависимости от выбора отеля, цена такой экскурсии входит в путевку. Для остальных же стоимость на взрослый билет может варьироваться от 15 до 20 евро звездочка. При выборе путешествия посредством морского транспорта не следует выбирать большие корабли с вместительностью более 400 человек. Идеальным средством передвижения до бухты являются маленькие катера, которые можно взять в аренду как для небольшой компании из 4-5 человек, так и для индивидуального путешествия. Опытные путешественники советуют начать экскурсию по бухте со смотровой площадки, и уже после спуститься к кораблю. Многих приводит в восторг дикий пляж, который омывается бирюзовыми водами. Добраться сюда можно из порта Агиос Николас. Продолжительность такого путешествия составит 3 часа. Стоимость может варьироваться в зависимости от возраста, детский билет на катер обойдется в 10 евро звездочка, взрослый 15 евро звездочка. На экскурсию выделяется 1 час. Однако покупаться здесь не получится. Температура воды значительно ниже, чем на других пляжах этого острова и глубина выше. На обратном пути катер сделает несколько небольших остановок у голубых пещер, где можно искупаться. Для тех, кто путешествует по острову на машины, следует обратить внимание, что паркинг находится на значительном удалении от смотровой площадки. Также важно знать, что спуск к пляжу не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Использование детской коляски также окажется невозможным. Дополнительная информация. Для посещения бухты необходимо выбрать удобную, желательно закрытую обувь, поскольку мелкая галька на пути к смотровой площадке может значительно усложнить процесс ходьбы. Следует сразу приготовиться к тому, что уже в 11 часов бухта будет полностью заполнена любопытными туристами. Также многие опытные путешественники уже посетившие бухту жалуются на большое количество мусорных отходов, оставленных после посетителей бухты. На останках корабля русские туристы также не забыли оставить свой след, на корпусе корабля красуются надписи в стиле «Здесь был я». Выбирая между знаменитыми курортами, в первую очередь следует определиться с желаемым видом отдыха. Для тех, кто любит размеренные путешествия с познанием нового и прикосновением к многовековой истории, однозначно следует выбрать Грецию. Для тех, кто собирается провести свой отпуск на острове Закинф, рекомендуется посещение бухты Новая. Здесь не только можно насладиться красотой дикой природы, но и прикоснуться к старинному пиратскому кораблю. Следует сразу же выбрать наиболее подходящий способ передвижения из двух возможных. Это позволит значительно сэкономить средства, например, купив путевку, в которую уже входит данная экскурсионная программа. Посещение бухты не рекомендуется с колясками, поскольку условия спуска со смотровой площадки не приспособлены к этому. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года.